у нас очередная беда крякнул вот такой движок частотник написал ошибку и на нем что там е14 короткое замыкание заземления на корпус у нас сегодня задача снять движок вот с такой ракушки будем пробовать принес кувалду даже у нас съемничек нарисовался болты мы там отверстия на этой шпонке мы их открутили вроде как идет по чуть-чуть смотрю чтоб не соскочил чик не ищу хорошее пускай пару минут постоит туготь уже идет откуда вы такие умные приходите сюда вооруженную базу блядь ха 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 ты ж записываешь все конечно ну вот и знаешь что умные не всегда умные а то ага что то там упадает блядь плотно будет обширить азов нам надо азов охлаждать блядь ну вот этот мотор отсоединять можно блядь что за мотор такой блядь не найдешь не не найдешь это бесполезно да нет осторожно руки не сорвись сейчас да , давай давай сейчас... графин люди у вас теперь оборачивали давай переходим давай 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 рукой Все четыре? Нет, четыре. Вот этот верхний. Вот он. Где же? Раз. Два. Давай верхний. Открутился. Двигатель должен быть оснащен тепловым реле для защиты от перегрева. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются. Повреждения, возникшие в результате перегрева, будут устраняться за счет потребителя. Ну вот то, что и произошло, слышали? Самое что интересное, смотрите какие тут шляпки у болтов. Вот такие вот плоские. Ключика у нас такого не нашлось и решили болт надпилить, дабы открутить вот такую странную шлиц. Ну и в принципе нормально. Была бы тепловуха, он бы просто выключался, остывал, ну да. И было бы все нормально. А так он молотил до последнего. Подшипники убитые в хламину. Вот оно потерлось, видишь? Вот тебе и короткое. На всю. А что с ним делать, блять? Да это подширники просели еще. Вон оно терлось. Ничего тут не терлось. Да вон, аж чуха. Я все понимаю. А спереди нету кольца что ли? Взбивай, Петрович, с той стороны. Нам все равно ввести вот таком виде. Вот что, кольца тут нету? Да кольца ты туда понадобишься. Ну одно, все сверху, а спереди нету что ли? Ну не было. Так, вот эта обмотка зеленая получается на корпус. Между собой она звонится. И звонится на корпус. Где-то все-таки проколбасилось. Значит вышел из твоего порщебника, Петрович, и начал якорь цепляться. А когда якорь цеплялся, представляешь, какое дверь там было? Ну и оно вон сдвинуло аж вот эти вот лепестки. Ну понятно, цеплялся один, дырорую на дверь и прошел на дверь. И оно срезало, срезало обмотку. Читник надо хороший брать. Ну вот сейчас пойдем искать, почитить. Туда, где это? Где ты покупал? Ну заводские, да. Легко на его муте. Есть. Все, моем его. Привезли наш движок с ремонта. Перемотали статор. Видно то, что его тут обрабатывали. Все вот эти элементы, которые были сдвинуты, видимо их профрезеровали. Ну все выровняли, все нормально. И вот так намотали таким медным проводом. Сверху типа бронь. Из ткани и залили лаком. Короче, цена ремонта 3700 рублей. И вот концы выкинули. Новые. Никаких термодатчиков ничего туда ставить не стали. И термодатчик этот у нас забрали сейчас. Ну в общем сейчас будем собирать. И будем пытаться его запустить. Посмотрим. Ну кстати подшипники ж новые. Будем ставить. Вот старые подшипники. Старые подшипники. Вот такие. Маркировочку видно 62. 0. GZ что-то. Тайвань. Хотя двигатель написано то, что немецкий. И вот такие. Куё купили. Не знаю. Japan написано. Япония. Japan 101. И второй. Такой же точно. Фирмы. И второй подшипник. Через пакет. 626 ZD3. Ну в общем сейчас будем скрывать. Ставить. Прикручиваем назад барно. Вот эти большие. 4 штуки. Сейчас развальцую. Что же сел. Сел. Положим. Никуда не дай. Ну-ка что у нас получается. Значительный. Так. Ну тут давай еще. Мобильник. Что мне место не нравится. Все собираем. Все в обратной последовательности. Тут у нас небольшая доработка к охлаждению. Решили сделать медное охлаждение внутри самого вентилятора. Ну чтобы лучше нагнетался холод. Петрович вот так вот решил. Избавиться от проблемы с тепловыделением. А вообще он пиздит нахер. Это блять кренчатка лопнула. А мы ее просто стянули. Ха-ха-ха-ха. Может кольцо такое стерлось. Мы ее блять не вечно делаем. Что-то тут воно стружка какая-то. Видишь. Короче. Где-то кисточка была. Есть кисточка. Кисточка. Правда она какая-то сушеная. Восстановили посадочное место. Там закрытые были. Это как называется методика. Порошковое напыление. Не порошковое, а алюминиевое напыление. Ну, порошковое. Расплавляется порошок. Под давлением воздуха. Сплавно летит. Прикольно. 20 минут. Вот так выглядит посадочное. После токаря. 2400 стоимость работ. За проточку обеих деталей. Ну, вот так получилось. Привезли нам движок с перемотки. Нам надо определить обмотки. Я, в принципе, их уже тут подписал. Начало-концы. Ну, произвольно еще. Где начало, где конец. Непонятно. И продемонстрирую то, что концы звонятся. Это вот у нас В. Обмотка. Это У. И вот такая тоже В. Ну, то бишь, это W. Это В. И произвольно мы берем вот первую обмотку. Маркируем В1, В2. Дальше будем смотреть, какие у нас рабочие будут стороны. То бишь, мы делаем что? Мы берем соединитель. Ну, можно какие-то крокодилы использовать. Мы будем скруточку. И соединяем один конец обмотки W. То бишь, сюда мы будем 220 подавать. Этот соединяем с другой обмоткой. На третью обмотку вешаем тестер. И подаем вот сюда 220. Если закрутится движок, то все у нас прекрасно. Так, не совпало. Меняем. Так, вот это у нас рабочий конец. Маркируем его U1. Это у нас U1 будет. А это будет U2. И так же сейчас с третьим концом В. Ведь на этот мы накидываем тестер, смотрим. А эти соединяем. Собираем Барно согласно табличке на ее крышке. Мы будем собирать по звезде. И вот так у нас W2, U, W2. И U1, W1, W1. Я все начало-концы пометил. Методом соединения и прозвонки. Так что все у нас пучком. Должно все заработать. Так, подключай. Это у нас W2. Установили двигатель обратно на свое место. Вот такая тут у нас система вентиляции. Ну, работает. Подсоединили частотник. Настроили. Вот, слышите такой шум? Частотный звук. Ну, в общем, все работает нормально. Субтитры сделал DimaTorzok